За пять лет за счет переоборудования подсобных помещений в детских садах Сыктывкара создано 66 дополнительных групп. Это почти полторы тысячи мест. К первому сентября будет еще одна группа и 20 мест в детском саду номер 107. Это местечко Париж. Там под игровой зал переделывают бывшую прачечную. Мэр Валерий Козлов сегодня проверил ход ремонтных работ, а еще оценил замену кровли в Краснозатонском центре развития ребенка. Елена Кононова увидела все лично. Во дворе детского сада номер 19 ждут своего часа аккуратно сложенные доски и профнастел. На крыше здания. В проблемных зонах рабочие уже сняли старый шифер. По словам заведующей дошкольного учреждения, кровля в ремонте нуждалась давно. Три года назад в учреждении сделали проектно-сметную документацию. И как только выделили средства, подрядчик приступил к работе. Завершить ее должны к 15 июля. Мы закрываемся на июль месяц. Сейчас идет подготовительный этап. Основные работы по кровле будут вестись уже с июля. Мы работаем завтра последний день с ребятами. Поэтому никаких проблем с безопасностью совершенно не будет. Сейчас только одна группа у нас выходит через запасной выход на прогулку. Куда ограждения существуют. Контроль ведется ежедневный, ежеминутный. То есть обеспечиваем контроль с утра до вечера этой территории, ведущихся работ, чтобы никаких не было на сексессах. В целом на ремонтные работы и подготовку к учебному году детскому саду поселка выделена немалая сумма. Порядка 4 миллионов. Почти на миллион приобрели спортивные и игровые площадки с качелями, каруселями и горками. Мэр отмечает, в 2017 году в Сыктывкаре отремонтирует 72 дошкольных учреждений. На эти цели из разных источников выделено порядка 50 миллионов рублей. И что отрадно в дошкольных учреждениях столицы просроченных неисполненных предписаний надзорных органов. Нет. Текущие планируют выполнить до назначенного срока. Только, например, когда мы из помещения, которое практически использовалось полдня, можем создать дополнительно 20-20 дополнительных. В детском саду номер 107 тем временем бывшую прачечную переделывают под группу кратковременного пребывания. Эту форму работы дошкольные учреждения начала внедрять одними из первых. С нами была разработана модель семейно-общественного воспитания детей раннего возраста. К детей мы начинаем проводить работу с семьями с одного года. Они к нам приходят в группу «Мамина школа». Это совместное занятие с мамой, с ребенком. Потом группа кратковременного пребывания. Потом дети поступают в группу полного дня. Данная модель завоевала свое признание не только в республике, но и в России. Потому что мы имеем награды всероссийского уровня, знак качества «Лучшие дети». Как раз именно по этой модели. В последнее время количество малышей до полутора лет растет, отмечает директор детского сада. И чтобы увеличить охват детей, нужны дополнительные помещения. Вот и решили одну прачечную, а их в учреждении две, переоборудовать. К слову, благодаря такой перепланировке за пять лет в столице открыли 66 групп на 1400 мест. Очень хороший, большой результат. Тем более, как сегодня прозвучала стоимость одного места при таком подходе чуть более 50 тысяч рублей. Стоимость строительства нового детского сада, стоимость одного места, в следующий момент, порядка миллиона рублей. То есть, с одной стороны, мы делаем это быстро. То есть, основные, порядка, наверное, 55-60 групп были созданы практически в первый год. Поставленные задачи, значит, только потом уже подошли те места, которые строились, новые детские сады. Но сейчас в том году мы создали две группы, вот таким вот образом. В этом году, на сегодняшний момент, одна группа будет создана. И наши руководители продолжают смотреть и работать над тем, чтобы вот эту работу продолжить с точки зрения оптимизации. Кроме того, в следующем году в новых детских садах пройдут первые выпускные. Это значит, свободных мест в дошкольных учреждениях станет больше. Сегодня в очереди 800 малышей. Елена Кононова, Василий Янин, телеканал Юрган.